МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24. В студии Катерина Апенова. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. С русским воином через века библиотека имени Пушкина победила в грантовом конкурсе. В «Ласточке Победы» Саровский драматический театр представил новый спектакль. Воспитанники ИКАР победили на чемпионате и первенстве в Нижегородской области по прыжкам на акробатической дорожке и двойном мини-трампе. Далее расскажем обо всем подробно. Молодежная биржа труда начинает свою работу. С 15 мая подростки в возрасте от 14 до 17 лет могут подать заявление на трудоустройство в период каникул. Какие варианты предлагает несовершеннолетняя молодежная биржа труда, расскажем в следующем репортаже. Молодежный центр совместно с администрацией города и центром занятости населения предлагает ребятам в возрасте от 14 до 17 лет заработать свои первые деньги. Молодежная биржа труда начала принимать заявления на трудоустройство подростков. Рабочие места предоставляют несколько организаций. ЖЭК, ДЭП, Горводоканал, Товарная база. Мы ребят направляем на работу именно в эти организации. В основном это благоустройство территорий, то есть уборка территории, кусты подрезать, траву убрать, то есть что-то вот такого плана. Для приема на работу нужно подать заявление и принести пакет документов. Оригинал и копию паспорта. Снился ННН. Расчетный счет Сбербанка. Медицинскую справку от педиатра. Формы 086У. Согласие родителей. Для подростков 14-15 лет. Согласие органов опеки и попечительства. Рабочий график для подростков в соответствии с трудовым кодексом 4 часа в день с понедельника по пятницу в первой половине дня. Заключение договоров будет на две недели. Там с 1 по 15, допустим, число, либо потом с 16 по 30 и 31 число. И вот в три месяца вот такая разбивка будет по две недели. При желании ребенка, при желании работодателя, то есть если работодатель все устраивает, трудовой договор может быть продлен. Соответственно, на следующие две недели. Как только освобождается вакантное место, соответственно, мы на него находим следующего желающего. В прошлом году Саровская молодежная биржа труда стала победителем на Всероссийском конкурсе трудовых практик для молодежи при Министерстве труда России. Инициативу молодежного центра высоко оценили в номинации лучшие практики взаимодействия с работодателем, образовательными организациями и центрами занятости населения. Очень востребовано. Очень много желающих, причем очень много 14-15-летних сами приходят, сами звонят. Много обращений от родителей, которые хотят, чтобы дети уже как бы вникали в процесс вот этой работы, понимания, что такое работа. Прежде чем нести документы в молодежный центр, необходимо предварительно позвонить по телефону 99-112. Благотворительная акция «Корзина доброты» пройдет в Сарове 19 и 20 мая. В супермаркетах на Ленина 41 и Московской 27 можно будет передать волонтерам детские товары, средства личной гигиены, игрушки, книги, канцелярию. Их можно будет как купить на месте, так и принести из дома. Все собранные вещи отвезут нуждающимся, семьям с детьми, инвалидами, пенсионерам, которые находятся под опекой Центра Милосердия. Другая важная информация в подборке коротких новостей. В школах появятся уроки информационной безопасности и цифровой грамотности. На них ребятам объясняют, как распознать мошенников и как правильно поступить, когда незнакомцы начинают выяснять личные данные ребенка или спрашивать о его семье. Также планируется проводить на постоянной основе просветительские мероприятия для родителей, учителей, работников детских и юношских библиотек и других специалистов, которые связаны с воспитанием, обучением и организацией досуга детей. Парк имени Зернова начинает новый сезон живой музыки. Каждую субботу при хорошей погоде на набережной Саровчан ждут музыкальные вечера на плавучей сцене. Также в парке установили топиарные фигуры, обновили освещение. Напоминаем, что аттракционы работают по графику с понедельника по пятницу с 16 до 20 часов, в субботу и воскресенье с 11 до 20. Каждую первую и третью среду месяца действует акция «Льготное катание» для детей из многодетных семей и детей-инвалидов. Получить билеты можно по подтверждающим документам рядом с аттракционом «Червячок» с 16 часов. Фашисты называли их ночными ведьмами, бесстрашными, неуязвимыми, почти мифическими. Мужчина насмешливо увеличали Дунькиным полком, а после уважительно батальоном смерти. Они победили, став для нас ласточками победы. О подвиге пяти девушек-штурманах из 46-го гвардейского ночного бомбардировочного авиационного полка рассказал Саровский драматический театр в своей новой постановке. При входе в зрительный зал театрального подвала висят черно-белые фотографии, на которых изображены молодые девушки в военной форме летчиков. Фотоэкспозиция словно приглашает познакомиться с их историей поближе. Рассказали о ней артисты Саровского драматического театра. Спектакль «Ласточки победы» поставила режиссер массовых мероприятий и хореограф театра Оксана Иларионова. По своему первому образованию Оксана Юрьевна – историк, поэтому на малой сцене состоялся настоящий театральный рок мужества. Постановка основана на реальных исторических событиях. Весь сценический материал выстроен в соответствии с документами и дневниковыми записями. Все, что мы показываем, основано на реальных документах, на приказах Президиума Верховного Совета, Комитета обороны, на указах Сталина, сводках с Южного фронта. Я обращаю на это внимание, что для нас было принципиальным сказать только правду. Здесь нет художественного вымысла. Вообще. Вот как было, так мы и сделали. Для спектакля «Малой формы» решили взять одно из событий Великой Отечественной войны. При поиске материала Оксану Илларионову зацепила одна фотография, на которой изображены пять девушек – студенток МГУ. В годы войны четверо из них стали штурманами. Другую назначили начальником штаба знаменитого женского бомбардировочного авиаполка. Ночные ведьмы – так их прозвали немцы. Женщины-летчики совершали вылеты по ночам, а приблизившись к цели выключали моторы. Можно было расслышать лишь свистящий шорох, который напоминал немцам шум метлы. Как я волновалась и ждала своего первого полета. Теория-то что? Вот как в воздухе себя будешь чувствовать? Несмотря на то, что у спектакля «Малая форма», в нем задействованы 17 актеров. В «Ласточках победы» режиссер-хореограф воплотила много пластических, танцевальных решений. Спектакль не перегружен лишними вещами. Здесь артисты работают по так называемому ПФД – памяти физических действий. На сцене нет реквизита, поэтому актеры изображают предметы. Традиционно на спектакль билеты разлетелись за несколько часов, но «Ласточки победы» покажут еще в июне. Постановка останется в репертуаре и на следующий театральный сезон для зрителей старше 12 лет. Проект Пушкинки с русским воином через века победил в международном открытым грантовом конкурсе «Православная инициатива-2023» в направлении наставничества. Жюри рассмотрело более 600 заявок из 66 регионов Российской Федерации, Белоруссии, Абхазии и Кыргызстана. Поддержку получили 129 проектов. С русским воином через века новый проект библиотеки Мнепушкина направлен на патриотическое воспитание юных саровчан через основы православных традиций русского воинства. Александр Невский, Дмитрий Донской, Илья Муромец все они до сих пор служат примером того, каким должен быть настоящий защитник Родины. С их жизнью и подвигами, с биографиями других исторических личностей и героев наших современников в рамках проекта планируют познакомить ребят, сотрудники детской библиотеки. В ходе работы мы будем проводить в том числе и параллели. Русский мир, вообще русское общество сильно своими традициями и очень важно показать связь поколений. Каких традиций православного русского воинства стараются придерживаться в том числе и современные воины. Люди, которые, ребята наши, которые участвуют и в новых боевых действиях и участвовали в войнах конца 20 века. Большой акцент сделают на спортивно-патриотическое направление. Предусмотрено создание видеороликов и диджитал-проектов. Окончательная цель создать виртуальную мемориальную экспозицию, посвященную русским воинам разных эпох. Перевлечь проект сотрудники Пушкинки планируют и наставников патриотических и спортивных организаций. Открывать экспозицию мы планируем в конце июля-начале августа. 28 июля мы надеемся открыть уже готовую экспозицию виртуальную и начнется знакомство с этой экспозицией, поскольку это виртуальная история. Это уже индивидуальное знакомство. Люди, приходящие в библиотеку, будут знакомиться в течение двух месяцев. Мы будем показывать. Свой проект Пушкинка заявила на грантовый конкурс «Православная инициатива». Из более чем 600 заявок жюри отобрало 129. Среди них была идея саровчан. На средства, полученные за победу, библиотека приобретет необходимую технику для создания виртуальной экспозиции и интерактивную информационную панель. Окончание 11 класса знаковый период. Выпускники вступают во взрослой жизни, окончательно прощаются с детством и людьми, которые их растили, учили и воспитывали. Накануне слова на путствие сказали своим ученикам педагоги Дворца детского творчества. Дарья Егорышева пришла во дворец детского творчества пять лет назад изучать основы журналистики в объединении «Серебряная перышка». Как говорит девушка, эти годы пролетели как один день. Жизнь воспитанников была постоянно наполнена событиями. Изучение теории под руководством опытного педагога члена Союза журналистов России Татьяны Исаевой. Участие в различных конкурсах и фестивалях, написании статей, первые пробы в крупных телевизионных и интернет-проектах. Но время учебы позади, и Дарья пришла пора расставаться с любимым объединением. Смешанные чувства. Вроде как бы и приятно, но в то же время грустно, потому что не будет уже вот той теплой атмосферы рабочей, в которой приятно работать, хочется работать. Но начинается новый жизненный этап. Это объединение оставит у меня глубочайший след в сердце. И хочется сюда вернуться обязательно, со временем, но уже с другим опытом, с другими силами и поделиться с младшим поколением. 21 воспитанник в этом году покидает стены Дворца детского творчества. По давней традиции для выпускников педагоги ДДТ устроили памятный вечер. В камерной обстановке проводили ребят во взрослую жизнь, высказали им пожелания и наставления. Те дети, которые присутствуют здесь, это вот, наверное, одни из самых родных, одни из самых работящих, да, которые устремли, вот, самых таких детей, которые идут к своей цели, которые добивались, да, потому что ими, вот, гордиться наш дворец. ДДТ – это история не только про творчество, журналистику или рукоделие. Здесь есть объединения, которые развивают инженерно-технические навыки, учат детей руками создавать изделия, например, модели кораблей и подводных лодок. Все вот эти 10-11 лет мне прививали вот это вот «хочу работать». Не только хочу смотреть на красивое вот это изделие, уже финал работы, а хочу именно к нему стремиться, хочу вот копаться в эти мелочок. В этом учебном году в дворце открылось новое объединение «Физика Плюс». Им сразу заинтересовался Иван Ухабов-Богославский. В объединении молодому человеку помогли подготовиться к ЕГЭ по физике, которую он совсем скоро будет сдавать. Уходя, у меня остаются знания и остается память о том времени, когда я и ходил из «Физика Плюс», и с СССР участвовал в мероприятиях. Здесь есть отличные люди, педагоги, и все они являются концентратом таких идей, которые будут актуальны очень долгое время, если не всегда. В конце вечера воспитанники и педагоги приняли участие во всероссийской акции «Сад Победы» и посадили во дворе перед ДДТ два куста сирени. Екатерина Опенова, Константин Островский, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров-24. Саровские батутисты взяли целую россыпь медалей на чемпионате первенства Нижегородской области по прыжкам на акробатической дорожке двойном мини-трампе. Саровчане завоевали 26 призовых мест в индивидуальных выступлениях и 9 в командном сочете. Также акробаты в первый раз выступили в дисциплине «акробатическая дорожка». Интересные элементы ощущения полета на прыжках, красота и сила. Именно из-за этого Екатерина Мирясова занимается на батутах уже 8 лет. А еще потому, что в спортивной школе она чувствует поддержку друзей и тренеров и получает заряд хорошего настроения. Когда юная спортсменка только пришла в секцию прыжков на батуте, ей было страшно выполнять комбинации. Сейчас Екатерина неоднократный победитель и призер на областных и всероссийских соревнованиях. Главная цель у атлетки стать мастером спорта. К своему вступлению на первенстве Нижегородской области Екатерина относится критически. Я готова к соревнованиям достаточно долго, потому что до них были городские. Участвовать в соревнованиях было волнительно, но я старалась себя пересилить. Выступила, я считаю, не очень хорошо, можно было лучше. Соперники были примерно такие же, как я. В первой комбинации я сделала шаг и открылась в нужном месте. Чемпионаты первенства Нижегородской области по прыжкам на акробатической дорожке и двойном мини-трампе прошли в Нижнем Новгороде. На соревнованиях боролись 105 участников из четырех городов Сарова, Арзамаса, Нижнего Новгорода и Бора. Батутисты спортивной школы ИКАР выступили в шести возрастных группах в составе 40 человек. Саровчане взяли 26 призовых мест в индивидуальных выступлениях и 9 в командном зачете. Там же первенство и параллельно чемпионат проходило. В чемпионате у нас девочки ездили, женщины как бы 17 плюс, взрослые. Они тоже в команде выиграли на двойном мини-трамплине и в индивидуальном первый, второй, третий заняли. И также на дорожке мы их выставили. На чемпионате первенств в Нижегородской области саровчане в первый раз выступили в дисциплине акробатическая дорожка и также показали блестящий результат. На этих областных соревнованиях акробаты спортивной школы ИКАР выступают каждый год. По словам тренера, такой урожай медалей ребята не привозили давно. Я просто была настроена хотя бы чтобы встать на педестал. Я делала и так получилось, что я обыграла соперницу. Я просто не поняла, как это. Очень хорошо подходили тренировки, даже очень серьезно. Он, наш тренер очень хорошо подготавливал нас, чтобы мы встали на педестал. Областные соревнования последний старт для патутистов в этом учебном году. И это все, о чем успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16 социальных сетях ВКонтакте Одноклассники. Там же вы найдете все информационные выпуски, авторские программы. В студии работала Екатерина Опенова. Всего вам доброго и хороших вам новостей. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА